Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия, я Александр Петров. Вот нахожусь на Таунхолле и хотел бы поговорить с вами о политике Австралии. Политике Австралии, которая применима к вам, потому что именно ваши интересы мы собираемся защищать, именно ваши интересы, а это значит и мои интересы в Австралии. Мы преследуем это нормально, потому что мы своего рода лобби-группа. Я являюсь лоббистом той программы, той вашего, в общем-то, приезда в Австралию, вашей жизни здесь, потому что если вы здесь преуспели, значит это мой успех тоже. Я хочу быть успешным человеком и, соответственно, какая партия для нас больше подходит? Мы это часто говорили и я вам часто объяснял свой выбор. На самом-то деле я номер один поставлю One Nation. И для этого много причин. Первая причина, потому что я люблю честных людей и принципиальных. Я считаю, Полин Хэнсон единственным на данный момент принципиальным политиком. Человеком, может быть, с недостатком образования, но человеком пытливым, честным и который окружает себя как раз порядочными, умными и образованными людьми. Ну и слава Богу, я уважаю One Nation за то, что, опять-таки, выбор Алексея Чехунова, моего друга, это One Nation. Соответственно, да, я буду голосовать, потому что Алексей Чехунов мой друг. Алексей Чехунов многое для вас сделал. Для вас, помогая вам часто бесплатным советом и выступая на нашей трибуне, скажем так, и защищая, опять-таки, ваши интересы. One Nation не победит на выборах. Дай Бог, чтобы One Nation набрала, ну, предположим, 5%. 7% это просто невозможно, но, предположим, вот такой процент. Соответственно, какая же следующая партия? А следующая партия это либористы. Почему? Первое, потому что нам уже надоели либералы. 9 лет их провеления привели к тому, что у нас жилье стало недоступным, у нас эмиграция вот такая вся ерунда происходит, тоже стало практически недоступным. И именно при либералах. Что бы они там ни говорили о том, что они за профессиональную эмиграцию. И последнее, но, наверное, может быть, очень главное, это то, что у нас есть связи среди либористов. Это люди, которые являются моими друзьями, моими знакомыми. Люди, которые могут меня не знать, но знают тех людей, дружат с теми людьми, которые являются моими друзьями. Соответственно, я могу в любой момент позвонить, сказать, надо вот ускорить такой-то процесс, и я вот от такого-то и такого-то человека. Телефонное право, ну, извините меня, это нормальное доверительное отношение, когда человек из своей стаи, из своей группы, из своей общины, грубо говоря, из своей силы приходит, да, это я, это я, вот я свой. Мне можно доверять, а им доверять, другим, не стоит. Вот так все это делается, поэтому люди и делятся на какие-то группы, общины, лагеря. Плохо это или хорошо, это уже другой вопрос, это не обсуждается, но так оно есть в этой реальной жизни. Либеральная партия, это люди, которые, вот, пожалуйста, сегодня мы будем встречаться с Джеком от Тани. Плебещек, у него, кстати, славянские корни, поэтому, ну, как бы, свой практически человек. Она нам помогала, и до этого. А те ребята, которые живут в Сити, или которые учатся в Сити, а вы учитесь в Сити вы все, соответственно, можете обращаться к Тане, но лучше, конечно, если вы здесь живете. Если вы получали письма на мой адрес, значит, вами может заниматься Сьюзен Темплман. Это тоже наша либерийская партия. Поэтому система гибкая в Австралии, и, соответственно, вы можете ставить преференсы, предпочтения. Если вы ставите первыми, допустим, One Nation, которые не победят, то вторыми вы ставите либеристов, которые победят на выборах. Ну, дай бог. Или, по крайней мере, у них, у либералов, шансы или равные, или даже у либеристов побольше шансов на данный момент победить на выборах. Соответственно, ну, соответственно, мы решаем наши проблемы. Я не могу пойти к либералам и сказать, я свой, решите проблему. Я могу сказать, что решите проблему, он живет у вас, но я не могу сказать, я свой. А если я не свой, то мое слово не так много. Значит, это уже часто встречалось. Мы решаем, многие вопросы решаем с либеральными членами парламента, министрами, либералами, да, в национальной партии тоже, еще в национальной, даже больше партии. Но это не свои, и помощь будет ограничена в рамках. А здесь помощь будет все-таки побольше, чем в рамках. А нам это и нужно. Нам надо быть первыми, любимыми гостями, любимыми клиентами, любимыми избирателями. Потому что да, вы избиратели. Вы сейчас не имеете вид на жительство даже. Да, но вы его получите, а потом получите гражданство. И вы будете голосовать за тех людей, за ту партию, за ту группу, за ту стаю, если хотите, общину, которая вам помогла. Вне зависимости, кто сейчас будут члены этой общины. Правильно? Вы видите, что да, я либерист. Я либерист больше, чем либеристы на самом деле. Я патриота больше, чем люди, которые здесь родились, и которые представляют эту страну. Потому что я из той страны, из того отечества, где патриотизм ценился, в отличие от Австралии. Почему даже не будем обсуждать, как здесь так происходит? Майк, я делаю видео, да? То есть, вот видите, вот я хочу, чтобы вот таких подберушек здесь не было. Я понимаю, что здесь, ну, как вам так, психологические проблемы у людей. И что, меня это не интересует. Меня интересует то, чтобы в этой стране эти люди работали, эти люди жили достойно и не позорили мою нацию. Я не знаю, как бы, какую точку зрения исповедуют либеристы, либералы и зеленые. Я думаю, что они со мной не очень согласны. А я вот такой. Я решаю проблемы, я делаю те вещи, которые обычно, может быть, люди не делают. Вы заметили по видео, что я говорю те вещи, которые блогеры не говорят. Я отставил те точки зрения, которые неполиткорректно отставят. Ну, вы так думаете тоже. Или вы даже можете спорить со мной, но вас интересует эта позиция, вас интересуют эти вопросы. Обычно, обычно в Австралии не приняты такие вопросы, грубо говоря. Может быть, поднимать. Но это и есть то, что мы с вами делаем. Мы с вами хотим эмигрировать в Австралию, но это типа не политкорректно. Мы хотим сделать эту страну могучей, но это типа не политкорректно. Австралия должна быть мягкая, маленькая, малонаселенная, комфортная, уютная, которую легко очень сожрать любому, скажем так, более приземленно настроенному агрессору. Соответственно, у нас с вами некоторое другое видение этой страны. Наверное, не у каждого. И поэтому я не хочу либеральную партию. Либеральная партия находится под внешним управлением. Либеральная партия находится жестко под управлением сил, которые, скажем так, тянутся в Соединенные Штаты, в Соединенные Королевства и в Израиль. Я это вижу. Я это могу доказать. Я вижу лобби-группы. Я вижу агентов влияния. Я вижу даже граждан некоторых этих стран. Есть ли это у либеристов? Да, у либеристов тоже это есть, но в меньшей степени. Потому что либералы – это партия, которую считают более, скажем так, такой серьезной, экономически, политически более образованной. То есть даже уровень образования у либералов несколько повыше. В среднем людей без образования там даже, можно сказать, что практически нет. Но это значит, что они являются проводниками чужой воли. Это значит, когда, допустим, Малком Цернбул покупает подводные лодки дизельные французские по цене в 15-25 раз дороже их стоимости, это никак иначе, как коррупцией не назовешь. Когда доступность жилья снижается не на проценты, а в разы, это тоже либеральная партия. Либеральная партия стоит за всем этим коронабесием. Потому что федеральное правительство, либеральное, либерально-национальной коалиции, при этом людей разделяют по принципу «укололся ты» или «нет». Это уже считается лояльностью этой стране. Когда бывший премьер-министр фактически обворовывает страну на сотни, ну, десятки, хорошо, миллиардов долларов, покупая ненужные французские подводные лодки, мы доплатим полмиллиарда долларов за отказ от этой сделки. Извините меня. Я не уважаю эту партию. Я не уважаю ее политику. И я считаю, что более, скажем так, может быть, некомпетентные, но более честные либеристы лучше. Я вижу в них массу недостатков. Я вижу, что коронабеси они поддержали полностью. Я вижу, что их путь, допустим, поддержки правительства по, в общем-то, фарватерой войне, я вижу, что они это поддерживают. Я вижу бескребетность Албанизии. Я все это вижу. А когда у меня есть выбор между либералами и либеристами, я в первую очередь его делаю, потому что вам выгодны либеристы, просто потому, что у нас с ними отличные отношения, они будут нам помогать. И это для нас главное, своя рубашка ближе к телу. И второе. Лучше некомпетентный, честный человек, чем компетентный вор. Потому что компетентно он будет воровать. Я не хочу сказать, что все либералы воры. Но то, что я сейчас вижу, меня не устраивает. И меня не устраивает, если экстраполировать ту политику Австралии, которая сейчас ведется. Если мы дадим карт-бланш, возможность что угодно делать для либеральной партии, это значит, что мы будем жестко под внешним управлением, что у нас нет никакого будущего, ни ядерного, ни ракетного, ни высокоэкономического. Мы будем банановой республикой для того, чтобы англичане и американцы здесь и другие супернейшнс здесь отдыхали. А мы будем их обслуживать. А мы должны стать великой страной, на мой взгляд. И либеральная партия этого нам обеспечить не может. Поэтому это вторая причина. Я не вижу блистательного будущего Австралии под управлением либеральной партии. Может быть и не под управлением либеристской. Может быть. Но по крайней мере, либеристами вопросов. А либералами вопросов нет. Поэтому, дорогие друзья, состоятся выборы. На выборах мы должны победить. Если проиграем, если выиграет либеральная партия, проиграет Австралия. И Австралия не будет такой привлекательной. И более того, она будет гораздо более для вас закрытая. Потому что, что бы либералы не говорили, они всегда были против эмиграции. Против любой эмиграции. Не только эмиграции каких-то людей в лодках. Нет. Они будут против профессиональной эмиграции. Потому что вы, дорогие друзья, первые конкуренты для них. Понимаете? Именно профессиональная эмиграция вызывает у них испуг. Потому что вы для них конкуренты. Да, некоторое количество будет запущено. Потому что, ну, страну надо держать в каком-то порядке. Если у нас упало образование благодаря либеральной партии. Если у нас школа уже не может подтягивать людей до уровня университета. Университета, качество образования в них падает. Это значит, это значит очень плохо. И что-то надо делать. И какое-то количество профессионалов сюда все-таки будет привезено. Но это какое-то. А нам нужно много. Потому что среди этого много будете вы. Мы пытаемся, конечно, сделать все, чтобы ваш уровень образования, ваш уровень подготовленности к профессиональной эмиграции был повыше. Но боюсь, что либералы поставят такие запретительные барьеры, что мы просто не сможем в Австралию попасть. Вот поэтому, по всему, мы и голосуем за либерийскую партию, несмотря ни на что. Спасибо.